Вот гостиница, в которой мы поселились. Мы живём на пятом этаже. Очень много артистов, известных нам и неизвестных нам, поскольку там и музыканты, и танцоры, и подтанцовки. Вот сейчас мы передохнули и решили выйти в город. Погулять, где-то пообедать. Ой, красиво. Ой, люблю тебя, Беларусь. Ой, люблю тебя, Витебск. Продолжаем своё движение. Такие клумбочки аккуратные. Я не знаю, как на видео, но вот когда идёшь, смотришь, такие нежные. И вот какой-то запах свежести. Не могу объяснить. Природой пахнет, не городом. Ну вот мы пришли на площадь Победы. Фонтаны. Там уже идёт выступление, вон барабанщицы. Сейчас подойдём поближе, если успеем, сниму. Атмосфера, конечно, праздничная. Лицо всех светлые, радостные артистам. Достаётся, знаю по себе. Но молодцы, молодцы. Вот такое историческое место. На этом месте в 44-м году состоялся партизанский парад, посвящённый освобождению Витебска, в Витебской области. Ну, от фашистов. 5000 партизан приняло участие. Красиво. В тенёчки сейчас зашли, так тут приятно, супер. Церковь очень такая красивая. Ну, в принципе, все церкви красивые в основном. Такая уютненькая улочка на той стороне. Дальше идём. Вот сейчас здесь закладывается звезда Николая Баскова. Добрый день! Вот. Есть кто-нибудь? Сейчас попытаемся пройти. Не слышу никого! Сейчас подойдём ближе. Надеюсь, что увидим. Вот я его вижу, но на видео не могу передать. Я безумно счастлив, что сегодня моя звезда находится рядом с такими потрясающими артистами, моими коллегами. Олимпом Киркоровым, Таисей Кавали. И я сегодня здесь третья звезда, которая зажила. Я, прежде всего, хочу ещё поговорить огромное количество выдающихся артистов Беларуси, с которыми я знаком, которые действительно прославляют свою республику, во многих уголках земного шара. И я уверен, что эта прекрасная традиция Талея будет украшена немалым количеством людей, которые отдают свою жизнь ради искусства, творчества, самое главное – жизни своего зрителя. Поэтому спасибо огромное за то, что вы сегодня собрались, спасибо огромное за такую большую очередь. Смотрите на такой высоте, без траконки, вот умничка. Можно сказать, что это показан артистический путь любого артиста. Надо очень быть гибким, обладать смелостью, ничего не бояться в этой жизни. И если есть мечта, всегда стремиться к ней наверх. Через свой труд и, самое главное, веру в свою мечту. А вот и открытие звезды. Скала Айбаска в Скалае. Вот, да. Вот, да. Посмотрите, сколько репортеров. Ну, а это амфитеатр. Вот. Надеемся туда попасть в этот раз. Опять вышло солнце. Вот там стоят зеркальные люди. Ну, вон зеркальные люди. Много их сегодня там работает, стоят недвижим, а потом какие-то позы принимают разные для фото народу. Не очень много, я думала, будет больше. Амфитеатр. Только что посмотрели, как была заложена звезда Баскова на аллее звезд. Вот вышли здесь, такая красота. Такие клумбы красивые, живописные. Вот вроде бы ничего особенного, но сочетание цветов очень приятное. Ну, еще с одного ракурса амфитеатр. Как хотите, я сто лет не видела почтовых ящиков. Вы представляете? Вот они. Белорусская почта. Сегодня наши друзья пригласили нас сюда, в поселок Должа. Здесь так красиво. Мы сидели в ресторанчике. Было очень жарко. И вот сейчас такая прохлада опустилась. Вот этот ресторанчик. Очень уютный. Очень вкусно все было. Посмотрите, как здорово. Как здорово. Пахнет сеном. Хотя вот я не вижу здесь скошенной травы. Бесподобно. Вот. Бесподобно. Продолжение следует...